Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня наш выпуск затронет такие вопросы, как нехватка железа. Также вы узнаете о том, какие формы железа бывают и какие анализы нужно сдавать для того, чтобы узнать, есть ли у вас нехватка железа или нет. Причины нехватки железа в организме могут быть в первую очередь различные кровотечения, такие как частые кровотечения из носа, геморрой, обильная менструация, послеоперационный период, конечно же, послеродовый период. Также, если говорить о железе, то отдельного внимания стоит уделить щитовидной железе и вообще гормонам. И, в принципе, это тема отдельного совершенно выпуска. И здесь я просто вот в этом выпуске оговорюсь, что причина нехватки железа также может быть более сложное нарушение гомеостаза, затрагивающие ваш гормональный баланс. А сейчас мы поговорим о симптомах нехватки железа. Быстрая утрамляемость, обморки. Также наблюдается корреляция в сторону увеличения гематом, без какой бы то ни было на это причины. Также может быть кровотечение десен. Ну и в целом люди отмечают, что такое снижение иммунитета, да, появляется у человека. Чего-то чем-то часто приболел, но очень размытый пункт, поэтому, так скажем, до кучи я его всегда называю. Дорогие друзья, теперь давайте поговорим о том, в первую очередь, какие виды железа бывают. Потому что я знаю, что многие люди уже прошли какую-то диагностику, какого-то врача, и многим людям интересно. Вот, хорошо, я знаю, что у меня недостаток железа. Что мне делать? Как мне теперь быть? И как восполнять этот дефицит? Какой тип железа, по идее, лучше для того, чтобы этот дефицит восполнить? И какие вообще они бывают? Начнем мы с трехвалентного железа. Или железогидроксид полимальтазат. Трехвалентное железо в целом всасывается, к сожалению, хуже всего. Так как механизм действия трехвалентного железа предполагает, да, что, соответственно, когда оно попадет в ЖКТ, оно должно превратиться в двухвалентную форму. А это, в свою очередь, ну, как бы увеличивает, да, если я вот объясняю, когда пациентам по-простому, увеличивает различные этапы превращения, да, у нас лишний этап, лишний посредник такой образовывается, да, в организме, и, соответственно, больше для этого нужно различных скучных условий, которые мы затрагивать не будем. Вот. Но есть и плюс. Побочных эффектов у трехвалентного железа с точки зрения ЖКТ, ну, гораздо отмечается меньше. Хотя, с другой стороны, эффективность меньше. И многие раньше ставили вот это вот на весы, вот эту вот эффективность, и, вроде как, отсутствие побочных эффектов. И даже в некоторых случаях, ну, кому-то рекомендовали именно трехвалентное железо. Ну, это было, соответственно, достаточно давно в медицине. И сейчас трехвалентное железо, ну, как-то вот все мои ровесники, мои коллеги, большинство не очень любят. Те, кого я знаю, те, кто, по крайней мере, практикует привитивную медицину, они не очень любят трехвалентное железо. Дальше. Двухвалентное железо до недавнего времени считалось высокоэффективным, но из-за того, что оно быстро всасывается, да, и раздражает ЖКТ, да, желудочно-кишечный тракт наш раздражает. Получается вот этот вот побочный эффект. Есть сульфатные формы, которые пытаются снизить, минимизировать вот этот вот побочный раздражающий эффект двухвалентного железа. Однако биодоступность, по крайней мере, ну, даже на моем клиническом опыте, у сульфатных форм двухвалентного железа ниже становится. И опять ситуация происходит такая же, как и с двухвалентным. Только мы убираем какие-то либо побочки, да, начинается у нас, собственно говоря, история про то, что биодоступность снижается. Снижается в целом эффективность применения. А теперь мы подробненько поговорим о самом главном аминокислотной форме. Железо-хилат – это соединение железа с аминокислотами, чаще всего глицином. И хилат – это просто определение способа, да, присоединения какой-либо аминокислоты. Не обязательно, что хилат – это только глицин. Может быть, хилат, допустим, в виде цитрата, глицин, глицината, ну, и другие какие-либо соединения с, соответственно, какими-либо аминокислотами дают такие вот странненькие, как бы на слух обывателя, названия. Поэтому, чтобы обывателя не путать и как-то дать ему понять, что это современное железо, или там, допустим, витамин С, вот липсомальное соединение есть очень хорошее. То есть, если ей присутствуют вот такие вещи хилатные, хилатные так называемые формы, то есть, с аминокислотными, высокой пиодоступности, по идее, хилат можно применять до еды, после еды и во время еды, и все равно теоретически эффективность должна не падать хилата за счет присутствия аминокислот, транспортирующих, в нашем случае, железо, вот, то, соответственно, как бы все будет хорошо, даже независимо от приема пищи. Вот такая вот современная хилатная форма, хилат, напоминаю, это наличие какой-либо аминокислоты. Ну, чаще всего может быть глицин, но может быть и не глицин. Чаще всего на, как бы, вот, на примере глицина просто приводят этот пример. Все знаете, да, самая распространенная аминокислота. Очень часто все мы ее кушали. И, кстати, есть такой лайфхак по замене глицина, сахар, глицин. Расскажу вам, кстати, как-нибудь, сниму такой выпуск. Едем дальше. В железе также должен содержаться витамин С. Ну, не буду углубляться, в общем-то, во всякую историю, предысторию. Ну, в общем, есть две проблемы, опять же. Первое в том, что витамин С может плохо усваиваться, ввиду генетических особенностей, и, соответственно, особенностей ЖКТ, и также особенностей микробиома, который в нас, ну, и в желудке, и в кишечнике есть. Чтобы вам было прям понятно. Вот, поэтому, соответственно, здесь проблем может быть очень много, поэтому я рекомендую обычно дополнительно взять, вот прям не аскорбат обычный, да, витамина С, а тоже липосомальную форму витамина С его пить, если вы пьете, соответственно, хилат, да, железо. Вот, и, в общем-то, будет все у вас замечательно и хорошо. Ну, мое вот такое видение. То есть, по факту мы должны просто использовать и хилатную форму витамина С, да, и хилатную форму, ну, если можно так назвать, железо, да, по идее более научно. Вообще мы будем говорить, там, липосомальная форма витамина С, там, допустим, там, цитрат железа, глицинат железа, ну, теоретически, да, там, смотря какая именно кислота добавлена. Вот, и, ну, как бы дальше вам можно не вдумываться в механизм, да, вот этой вот микробиологии, так скажем, да, именно вот всех этих химических реакций, которые должны произойти, чтобы дошло по назначению до клеточки наше железо. Я все-таки выпуск посвятил более практическим советам, нет времени спорить с комментаторами, поэтому просто те, кто, соответственно, хочет вступить на путь истинный и увеличиться, поднять, поднять свой уровень железа, просто верьте мне, верьте мне не на слово, верьте мне на анализы, пропейте и издавайте анализы. И я думаю, что все будет хорошо, если вы просто сделаете, как я сказал, и потихонечку мы переходим как раз к анализам, какие же анализы нужно сдать для того, чтобы понять, есть ли у нас проблемы с железом, если есть, откуда ноги растут, чтобы врач понимал. Опять же повторюсь, что мы не занимаемся самодиагностикой и лечением, мы сдаем эти анализы и приходим к лечащему врачу, чтобы он не в силу времени, занятости, да, чтобы сэкономить наши деньги от первого приема и так далее, чтобы просто врач как-то мог интерпретировать эти анализы быстрее, да, и быстрее вам что-либо подсказать или направить к другому лечащему врачу, ну, допустим, терапевт вас направит, ну, скажем, к эндокринологу, например. Значит, это ферритин, это железо-сывороточное, это железо-связывающая способность сыворотки, потом трансферритин и на Г-гомосидерин. Вот, гомосидерин. Короче, если я неправильно поставил ударение, как пишется, можно вот где-нибудь здесь будет прочитать и общий анализ крови, пожалуйста, не забудьте. Вот это все несем врачу. Также можно очень неплохо сдавать ТТБ, Т3, Т4, потому что очень часто проблемы от щитовидной железы идут, да, у нас, и, соответственно, мы стараемся все это дело сдавать и, как бы, приносить врачу для того, чтобы уже врач трактовал наши анализы, да, и, опять же, не упомяну для того, чтобы вы вот понимали, да, те люди, кто занимается самолечением, лечением через гугл, очень много субклинических проявлений. Вообще разные заболевания. Ну, вот вообще, от слова прям вообще. То есть, субклиника, то есть, доклиник проявлений каких-то либо. Поэтому также, может быть, доклиники может проявляться и железо, или когда клиника неяркая. Поэтому трактовать анализы и баланс друг друга, там, железо, ферритина, да, и так далее, должен врач. Потому что мы долго сидим в этом всем скучном, копаемся, и не вечером после работы, а, в общем-то, всю жизнь и во время работы, и после работы, и на учебе. Поэтому, ну, как бы, каждый должен заниматься своим делом. Ребята, не обижайтесь, но не занимайтесь, пожалуйста, самолечением. Очень часто в последнее время слышу, что кто-то пропил самостоятельно железо. Железо пропивать самостоятельно не нужно. Железо может иметь токсический эффект, оказывать на вас. И вообще, вы, когда одну настройку куда-то повышаете в организме, бездумно, просто так, чтобы здоровее стать, вы, в общем, сбиваете другие настройки. Поэтому, дорогие друзья, пожалуйста, не занимайтесь самолечением. Дорогие друзья, если вам понравилась тема насчет биологически активных добавок, насчет железа, насчет всех вот этих вот хитрых разных форм биологически активных добавок и так далее, напишите мне об этом комментарии или, если бы вы хотели, ну, чтобы я какую-то тему подробнее раскрыл, если я увижу, что она будет мне интересна не только вам, но и какой-то части моей аудитории, я с удовольствием это сделаю, раскрою эту тему. Подписывайтесь на меня в Инстаграме. Я желаю вам счастья, здоровья в Новом году и как можно больше улыбок. С вами был Кратцев Сергей. Всего вам самого замечательного.